Ребята, всем привет в Сочи! Сегодня 20 ноября 2019 год. Вчера было нечастливое число 19-19, плюс 11 месяц. Вот это сочетание 1-9-9-1, оно такое не очень счастливое. Вчера папандос был у нас с Латвией, в общем-то большой папандос был. А в основном было все как бы нормально. Если не считать, что Жальгерис проиграл на своем поле по Натинайкосу. Значит, еще раз напоминаю про баскетбол. Сейчас я даю прогноз на Басконе ЦСКА. ЦСКА играет в гостях. Берем победу ЦСКА за 1,60-1,50. Коэффициент, говорят, падает. Тотал 155 больше. Более подробно поговорим чуть попозже. Значит, что по поводу Жальгериса? Смотрите, на победу Жальгериса давали небольшой коэффициент 1,40. Значит, заостряю ваше внимание на правильной тактике ставок на баскетбол. Так как я бывший баскетболист, и хоккеем занимался два года, и футбол тоже играл, был чемпионом Норильска по футболу. Поэтому даю прогнозы на три разных вида спорта. Это, наверное, единственный капер, который и баскетбол, и хоккей, и футбол регулярно освещает. Значит, по баскетболу первая ставка у нас всегда это первая четверть, и больше ничего. Смотрим, как сыграли первую четверть, дальше уже ставим или не ставим. Значит, по поводу Жальгериса по найти на икос, просто повторяюсь, вчерашнее видео долго заливается. Значит, в чем была ошибка? Первые две ставки на первую четверть у меня были правильные. Я сказал, что Жальгерис проиграет в первой четверти и наберет меньше 20 очков. И он повел 6-0, но все зашло. После этого ничего не берем. Я написал в группе, ребят, больше ничего не берем. Но все стали брать победу Жальгериса, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Первые три четверти Жальгерис благополучно слил, он проиграл весь матч. Вот тут-то можно было бы и взять не победу Жальгерис, а фору. Мы всегда берем фору в конце, если команда, тем более домашняя, проиграет первые три четверти. Ясно, что на четвертую четверть она выиграет. Она и выиграла. Они там 54 очка набрали и пробили все тоталы, все возможные. Значит, теперь, что касается Басконницы ССК, то же самое. Сначала берем первую четверть. Но по первой четверти я, кстати, ничего не обнаружил пока что. Если я что-то обнаружил по первой четверти, то я вам скажу. Значит, смотрите, преимущество на стороне ССК в этих играх. Вот они выиграли 92-83 в Басконе, 84-77 ССК выиграли, 76-73 вот одно проиграли, 90-81 ССК выиграл, 90-88. То есть ССК из пяти последних встреч 4 он выиграл на поле Басконни. Ну, Басконни это Баски, да, это Испания, кто не знает. Значит, в среднем в этих играх ССК набирает 86 очков, Басконни 81. То есть счет примерно должен быть где-то 81-86 в пользу ССК. Но ССК, выступая в Евролиге в гостях, набирает в среднем 68 очков, а Басконни 86. Ну, так получилось, потому что ССК играл с такими командами, а Басконни играл с другими командами. Вот теперь по турнирной таблице ССК идет на втором месте. Вернее, не на втором, а на третьем месте он идет впереди, а на Долу Эфес идет. Потом идет Милан, а потом ССК. Но это как бы пока что рано об этом говорить, потому что такой график, такой календарь. Басконни идет на 11 месте. Надо ей попасть в восьмерку. Но, как бы, команд у Басконни тоже играет в запасе, как и у ССК. Значит, теперь дома Басконни выступает у нас следующим образом. Она провела три встречи, две выиграла. Выиграла она у Олимпиакоса 82-66 и 93-60 у Баварии. Проиграла она Макаби 83-113. Я хочу напомнить, что Басконни 17 ноября играла в Испании в своем чемпионате. А ССК 15 играла. То есть ССК отдыхал пять дней. И, думаю, заранее прилетели, подготовились к этому матчу. ССК должен выступить удачно. Но посмотрим, как ССК выступает в гостях. Провел четыре игры в гостях. Три победы, одно поражение. ССК победил Валенсию 4 октября. 71-96 победил. А Альба 82-66 25 октября. Зенит победил 87-70. И Вербану проиграл 66-67. ССК стабильно набирает больше 85 очков в среднем в Евролиге. Здесь я вижу, повторюсь, тотал ССК больше 85. Басконий, я думаю, тоже наберет где-то порядка около 80 очков. Где-то 80-85. Вот такой примерный счет. Я не знаю, почему букмекер дает 150. Для меня это просто загадка. Я открываю больше и меньше. 152 больше. Он дает 134. Но ответ на этот вопрос есть, потому что ССК в гостях набирает, повторюсь, в Евролиге пока что в среднем 68 очков. И отсюда такая логика. И Басконий играет успешно дома. Но, как мы с вами убедились, для ССК очень хорошо играет в гостях. Для ССК это не помеха. Так, теперь мы смотрим по очным встречам. Давайте посмотрим все-таки по первой четверти, что мы увидим здесь по первой четверти. Так, вот ССК проигрывает 22-20 в первой четверти. Набирает 20 очков. Это с Басконии. Но матч выигрывает. Вот ССК набирает 28 очков. Победа в первой четверти. 18-28 в путь за ССК. ССК выигрывает всю игру. Так, 7 декабря прошлого года ССК проигрывает игру. Но в первой четверти они набирают 21 очко. То есть 21-21. Пока мы видим, что ССК стабильно в первой четверти набирает 20 очков и более. Даже несмотря на то, что он проигрывает. И вот такой матч был у нас. 18-26. ССК проиграл первую четверть. Это было у нас 29 декабря. Два года назад. Но ССК потом все равно выиграл всю игру. И еще один матч. ССК проиграл первую четверть. 24-22. Но пробил тотал 20. И выиграл всю игру. 88-90. Значит вердикт у нас какой. Заиграть в первой четверти. Тотал ССК больше 20. Я не знаю сколько букмекер будет давать. Дело в том, что если букмекер ориентируется на общий тотал матча 152 больше. Делим на 4. Это получается каждый четверть меньше 40. Отсюда вывод, что букмекер наверное будет в первой четверти давать тотал ССК. Может быть даже меньше 20. Потому что он не видит в первой четверти тотал больше 40. То есть это логично. Поэтому найдите контору, которая дает минимальный тотал на ССК. 18 с половиной, 19 с половиной. Это очко может все решить. И туда поставьте. Если у вас это зайдет, на ССК больше не берите. Но я заметил у ССК такую закономерность. ССК может легко отдать первую четверть. И потом выиграть весь матч. Особенно, когда он является записным фаворитом в этой игре. ССК. Ну в общем-то фаворит по большому счету. На ССК дают на победу 1.56. Ну париматч например. Ну 1.50, 1.60. Ну я не считаю, что это прямо хорошее, такое большое преимущество. Не очень большое. Но все-таки я бы здесь заиграл именно тотал ССК первой четверти больше 20. Ну и наверное нет смысла больше останавливаться на этом матче. Сегодня я еще запишу прогноз на Барселону Фенербахче. Предварительно ночью смотрел. Но надо записывать, выписывать. Где-то полчаса надо потратить на четкий анализ этого матча. Ребят, спасибо всем, кто вступает в мою группу. Кто верит мне, кто доверяет мне. И подписывается на меня. И играет вместе со мной. И я очень всем рад. Со всей России, со всего СНГ люди мне пишут и благодарят меня. Но бывает тоже поражение. Вы должны понимать, что ставки, которые вы берете, это риск. Те суммы, которые вы грузите, это ваш выбор. Поэтому, как говорится. Но чем могу помочь, я помогаю. Моя аналитика, мой спектральный анализ, моя волновая теория Иллиота. Все, что я могу, я применяю и вам рассказываю. Всем удачи, подписка, лайки. До свидания.